так добрый день хороший день мы находимся в варанасе у нас всего полтора дня вот я хочу поговорить варанасе все-таки такой город медитативный но и йоговский вот я хочу поговорить с девушкой которая руководитель йога студии в тольятти татьяна я ее уже много спрашивала о йоге она мне показала какие-то упражнения для моего здоровья вот и татьяна ты занимаешься сколько лет ты занимаешься йогой вообще йога я уже занимаюсь студии уже 9 лет будет в этом году заниматься немножко пораньше но я здесь я уже занимаюсь так как профессионально так я раньше фитнес то бишь ты все равно всегда телом занималась да как мне всегда было интересно а почему ты вдруг в йогу пошла потому что я такой фанат была по фитнесу очень любила степ степ аэробику любила а вот вот все эти подскоки под мозгу но в общем то работала очень много и у меня как-то уже начались проблемы с коленем и со спиной один прекрасный момент то есть я когда работала инструктором по фитнесу я всегда изучала этот фитнес ездила на все семинары также еще в те времена даже на и до сих пор существует такая конвенция в москве на все ежегодно называется world class это включает специалисты всего мира я как всегда туда приезжала мне там очень нравилось привозил очень много новинок на фитнес вот я в один прекрасный момент в одну такую конвенцию я пришла это всегда проходила в олимпийском и была степ аэробика я пришла это мой любимое направление степ аэробика была новая музыка были база в общем-то шла тоже но просто другие комбинации как-то меня это не цепляло и я в общем-то решила посмотреть в расписании что еще здесь есть вот и в расписании я увидела йогу она была совершенно другом крыле нужно было дождаться обеда чтобы туда перейти и думаю пойду я схожу узнаю что это такое вот хотя я так уже потихоньку йогу как-то мне она уже привлекал раньше ходила на хатха йогу да ты хатха йогой занимаешься я у меня сейчас йога ингара а что это такое йога ингара но я знаю такой красивый учитель седоволосый индус йога ингар это вообще классическая йога как она вообще есть на самом деле взята это из классических сутар йога сутар патанджали переведены сейчас вот единственное чем отличается йога ингара от всех остальных направлений это это тоже йога такая же 8 ступенчатая где есть яма и яма асана пранаям аран фана и сама это тоже самое классическое йога но она уже учитывает такой момент как ахимса не навреди или допустим от простого к сложному и в йоге ингара такой большой огромный класс да не уделяется терапии а вот потому что сегодня в мире в общем то очень мало абсолютно здорового тел а заниматься хочется всем и в общем то я сейчас вот в этом направлении уже нет направлении изучаю в общем то уже тоже более 9 лет и раньше я все йоги попробовала которые только можно которые только и есть вот но тоже однажды попробовала йога ингара и я там услышала такие вещи как потяните коленные чашечки там прижимайте какие-то там задние пятки мне все это было непонятно но меня это очень заинтересовало на следующий день семинаром все тело просто болело и я не очень стало интересно что это коленные чашечки что такое в тяните лопатки что это вообще что это за наука такая и когда я уже стала углубляться я поняла что это наука она как дерево то есть она имеет разные ветви можно сказать во все направления но как-то можно тебя сдвинуть отсюда девушка как-то твой вот не смотрится в кадре твой зад хотя бы голову сюда поставь не культурно ты как-то тут к беседе присоединяйся лицом давай ну ладно в общем вот здесь выделяется большое внимание вообще как применить ту или иную асану которая дана в йога-диппике непосредственно для данного человека потому что у каждого человека определенное строение определенная возможность биомеханики то есть поднимаются руки всех по-разному у всех разная активность и это обязательно нужно учитывать чтобы тело она имела развитие и не травмировал вот эти в йоге ингару очень так вот знаете тщательно ну как вот как сказать внимание этому уделяется очень большой где-то изучала йогу я ингара сколько по времени как это делается начала я йогу я ингара изучать в самаре у нас самаре потому что я живу в тольятти самый ближайший центр йоги ингар на тот момент у нас была самара самарский центр йоги ингара курирует у нас преподаватель старший по йоге ингара в россии это ольга ильинская кто в курсе йоги ингара ее знают кто даже не в курсе слышали ее очень много печатают в журналах а если даже не знаете то скорее всего вы узнаете журналов она очень известная очень много семинаров проводит проводит по всей россии вот значит я в самаре школу проходила вот дальше я уже начала ездить на такие семинары которые же проводят более известные учителя наши российские по йоге ингар а вот но вот в этом году я посетила наконец институт йоги ингара в пуне ждала ждала дождалась наконец очень мне понравилось сколько по времени она проходила я там в общем была весь месяц месяца и сколько дней в неделю там мы занимались каждый день на кроме воскресенья воскресенье нас как бы считался выходном и там не занимались на воскресенье там шла йога для детей мы приходили смотрели и конспектировали там с утра и до 11 а так у нас были занятия каждый день или к 6 или к 7 днем небольшой перерывчик вот и вечером то есть уже и классами которые мы могли посещать это все вы занимались телом или еще какая-то была теория теория была в процессе то есть иногда шло такое занятие обычно порошан такие занятия порошан это необычный такие вели то есть он нам допустим что-то ведет потом мы все садимся он нам рассказывать философии на каком языке английском но так как они сами индусы индусы у них индийское происхождение в общем-то это получался к этому надо привыкнуть очень тяжело конечно воспринимать это но очень интересно но я понимаю конечно нужно учить английский еще а где где ты нашла что можно сюда приехать можно сделать посетить эти курсы они платные конечно же наверное хорошо платные да ну да не дешево еще надо за жилье платить еще прилетел сюда но все равно когда расставляешь приоритеты так или иначе учителя и мы разлика одну я не знаю я вот немножко я даже может как у меня как мне кажется может где ты фанат я могу может быть на эти деньги в институт приехать да за жилье заплатить и так же на эти деньги могла бы там например купить новую мебель сделать шикарный ремонт у себя квартире то есть тут я уже вставляю приоритеты что мне важнее конечно мне важнее йога да то что знание у меня всегда к знанию какое-то неровное чувство я вот сколько себя помню даже у меня немножечко как бы такое так сказать ростеньки на это тоже обижаются что я очень много уделяю времени и материальных средств для обучения но я вообще считаю что вложение в себя это бесценное вложение потому что когда вы вкладываете в свои знания эти знания не всегда с вами вот куда бы вы не поехали дома вы там россии находите в индии вы находитесь там я не знаю гостиницы вы проживаете или в каком-то там у себя дом вот эти знания не всегда и они дают некая основу понимание вообще зачем я здесь ничего я здесь вот это важнее все равно чем как это ну материальное к нам тоже нам тоже нужно это важно а у тебя сколько сейчас в твоей студии учеников студентов вот точно тихо я сказать не могу но у нас достаточно много народа мы работаем у вас какие классы есть у вас одна просто йога и или какие то есть направления нас вот йога ингара но она подразделяется то есть есть начальный один начальный два это я уже про спрашиваю про твою личную студию да да то есть разделение для тех кто только начинает для тех кто уже занимается каким-то там более уже продвинутыми праздник там она разделяется то есть утренние занятия вечерние в общем студии у нас всегда работает единственное мы воскресенье у нас выходной ежедневно почти даже 6 дней в общем получается утра до вечера тоже работаем но сейчас пока пока меня нет но у тебя там есть учителя тренеры да да там тоже у нас работа структовать по йоге ингара тоже у нас вот как некоторые преподаватели идут к сертификату международному который у тебя есть да у меня есть сертификат он интерадакторе 2 и это маленькое начало в моей жизни хочется другие сертификаты получать но это я не ставлю какой-то целью это не вот уж моя цель идти идти сдавать бесконечный экзамен просто я как бы учусь набираю знания просто мне интересно и когда подходит время там пойти на просмотр там показать себя но если вы получили знания если вы их не пропускаете через себя то есть не практикуете вы не будете понимать что с ними делать как и применять для людей в общем то я просто интересно все эти знания которые мы получаем на семинарах сейчас в институте нужно их пропускать через себя нужно делать 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 и трудиться и тогда уже понятно как вот эта поза будет воздействовать на этого человека в данном случае а вот здесь вот так вот то есть йога это такой предмет знаете он он очень интересно сейчас это очень модно но очень важно попасть в грамотные руки если вы придете на йогу не важно в каком вы городе то что я знаю иринины видео смотрят люди со всего мира я посмотрела 123 страны вот буквально сегодня утром думаю дай-ка посмотрю аналитик 123 страны это я в шоке было я даже некоторые названия оказывается не знала некоторых стран и поэтому когда вы идете на йогу пожалуйста вы спросите у преподавателя а где вы учились если а сколько вы учились если преподаватель все это прошел он не будет вам скрывать потому что я обучаться йоге это не так просто не так просто и я с радостью всем рассказываю где я была сколько я училась это очень важно вы тогда будете знать какие вы руки попадаете неважно в каком вы городе там в москве в санкт-петербурге или там в новосибирске обязательно придите спросите а где вы учились вот это очень важно преподаватель который он учится нам с удовольствием расскажет и вы уже будете иметь представление даже знаете йога это интересно сейчас в мире очень модно сейчас у нас есть там новейшие технологии очень часто мы изучаем йогу по компьютерам по интернетам по роликам но вот в йоге айнгара вот как-то традиция сохранилась то есть передается знание по парампоре то есть от ученика к учителю от ученика к учителю и так далее так далее так далее и вот она в таком вот виде в чистом неизменном она доходит то есть словесно через живое общение они через какие-то там skype или еще что-то вот это конечно требует и сил и времени и средств материальных вот но это того стоит потому что когда приходите на занятия вот знаете я сейчас вам такой пример приведу вот например йога это как нож да вот например если нож в умелых руках хороших руках при помощи этого ножа мы можем приготовить очень вкусный обед без ножа но просто ну никак никак как не крути никак и в то же время если нож попадает в какие-то руки неграмотные просто можно этим ножом убить человека вот и йога точно так же если она попадает в грамотные руки она будет приносить пользу человеку человек будет оздоравливаться это цель йоги а если йога попадает в руки ну как-то по верхушкам нахватались где-то чего-то какие-то курсики сейчас это очень много дай бог ничего не случится в лучшем случае это очень серьезный предмет и пожалуйста если вы собрались на йогу вы прям относитесь к этому серьезно это серьезная наука и изучать мало этим надо просто жить этим надо жить я просто живу этим уже последние несколько лет вот я просто вижу как это помогает людям меняет в общем-то вдохновляет на дальнейшее обучение и очень меня вдохновило обучение сейчас в институте я просто видела как приходят люди больные мы плохо двигающиеся и они приходят не за лекарствами а за йогой чтобы поправить свое здоровье какой самый свой твой взрослый ученик в твоей студии я сейчас скажу дай бог мне памяти самый взрослый ученик в моей студии это у нас гален петровна и 78 лет во сколько она пришла к вам она уже ходит к нам два года но ее подруга ходит к нам уже шесть лет а галина петровна раньше занималась йогой когда 76 она пришла какая она пришла да вы знаете вот ринга я нет она такая она очень позитивная мне понравилось она очень позитивно но что-то не получалось что-то не получалось худенькая сейчас у нее лучше сейчас у нее одна рука поднималась другая не поднималась сейчас у нее две руки поднимаются ну хороший сдвиг 78 лет и отлично что пошло не на ухудшение на улучшение здоровья самое интересное я вот когда приходит такие она еще она еще ее подруга к нам ходит шесть лет и она ее все эти годы уговаривала теперь она когда к нам пришла она говорит а почему я в 70 ты не пришла когда молодая была или хотя бы говорит 75 мне прийти надо было и она все говорит заниматься никогда не поздно она говорит если вам 50 60 и 70 это говорит самое то что начать заниматься ну это я на с ее снов ну а вот скажи пожалуйста вот сколько раз в неделю заниматься чтобы не устать чтобы у тебя не было передоза и ты потом интуитивно не стала отлынивать вот я допустим чем я не начинаю заниматься начинаю заниматься фанатично настолько фанатично что потом я уже учить хинди так так фанатично что в день по несколько часов потом бросаю потому что устаю у меня передоз то тоже фанатично еще что-то каждый день мне надо себя ломать я вас не понимаю потому что какой-то степень и тоже фанатично ко всему да вот сейчас я уже немножечко стараюсь спокойно к этому фанатизму относиться я поняла что мне фанатизм вредит потому что я вначале упорно что-то делаю потом передохну немножко этот передышка длится несколько лет да ну вообще я рекомендую начинать с двух раз в неделю надо просто с этого ли в этом минимуме утвердиться там все равно так или иначе у нас есть какие-то обязанности с оперных работа мы женщины у нас есть семья надо приготовить там прибраться дома еще что-то это обязанности святых никто не отменял вот и конечно нужно включить йогу вот свой рацион свое расписание когда выбираться на нее ну выбираться с тренером дома наверное не пол не получится себя себя за это не винить что дома по утрам коврик не расстилаешь у нас и так утром много всяких обязанностей там зависимости от нашего возраста же кому-то школу собрать кому-то завтрак приготовить еще что-то наоборот детский сад у всех разных нет не надо надо спокойно относиться два раза в неделю и пусть это будет стабильно в течение месяца в течение года или там уже будете чувствовать что вот этот минимум он дает результат когда стабильно это знаете мы просто вкладка сделаем на счет и потом на эти проценты мы живем то есть это что за процента то есть мы не устаем к вечеру то есть мы обычно приходим с работы мы уже устали ничего не хотим с детьми играть не хотим уроки проверять не хотим и устали а юга она знаете она на ворот сил прибавляет мы вроде устали но есть какие-то асаны которых можно просто отдохнуть и легче становится как это все эти проблемы жизненные они преодолеваются легче преодолевают потому что у нас проблемы есть и со здоровьем и психические то есть вообще не как-то у нас есть проблемы вообще не с нашими близкими и угона не совсем для того чтобы уйти отрешиться там пещеру нет она жизнь это того чтобы мы общались детьми общались со своими родителями потому что родители они внимание сейчас требуют а у нас как правило то нет времени то они нам неправильно какие советы дают и все такое все они нам правильные советы дают просто нас не хватает сил их выслушать а им больше ничего не надо а так йогой занимаемся когда появляются силы вот эти психические физические так с детьми поиграть где-то с родителям лишний раз позвонить выслушать что у них там наболело пусть они нас учат у них работа такая вот это хорошо поэтому вы внимайтесь я прямо очень рекомендую всем заниматься ну я буду рада что если кому-то вот твои советы это наше видео с тобой небольшое поможет буду очень рада я уверена что многих вдохновит твое видео меня во всяком случае вдохновила я уже хочу хочу собака пошли делать упражнения будем делать сейчас мы все мы тут и я тут не одна мы сейчас все будем делать ладно давай всех строй тогда а то что же 1 я то ну хорошо я значит завершаю сейчас вот это интервью и все танины контакты если вдруг кому-то захочется кто в тольятти его заниматься у нее все контакты будут под этим видео посмотрите внизу и ее телефоны страница вконтакте и группа йога студия вишну спасибо большое танюшки на мост на мост